Всем привет, друзья! С вами канал Maros Live и в сегодняшнем выпуске хочу затронуть очень важную тему, которая коснется всех проживающих иностранцев в Чехии, которые живут здесь уже длительное время и которых будет касаться сдача экзамена А2. С 1 сентября 2021 года уровень теста по чешскому языку на ПМЖ повышен до уровня А2. Экзамен более высокого уровня будет сдавать каждый, кто подает заявление в Министерство внутренних дел на постоянное место жительства 1 сентября 2021 года или после этой даты. Таким образом, все, кто подадут заявление на ПМЖ до конца августа 2021 года, смогут доказать, что сдали экзамен А1 в рамках этого конкретного заявления. Друзья, ну что, вот такая вот новость, которая уже свершилась по факту, только осталось дождаться конкретно этой даты, о ней сегодня будем говорить. Так что досматриваем это видео до конца, там будут ответы на все ваши вопросы. Итак, друзья, несколько вопросов, которые мы будем сегодня рассматривать. Это первое, значит, какие преимущества дает экзамен по чешскому языку для постоянного проживания, то есть для ПМЖ на более высоком уровне А2. То есть хорошее знание чешского языка это одно из самых больших преимуществ для иностранцев, которое позволяет им активно общаться с местными жителями и самостоятельно участвовать в общественной жизни. Уровень знаний, необходимый в Чехии для получения ПМЖ, один из самых низких в ЕС. Стратегия миграционной политики Чешской республики гласит, что требуемых в настоящее время знаний чешского языка на уровне А1, который ввели еще в 2009 году, уже недостаточно для независимого общения. Знание чешского языка на недавно разработанном уровне А2 позволит всем иностранцам лучше понимать предоставленную информацию и общаться в областях, связанных с повседневными потребностями. Например, просить соседа какой-то помощи, покупать лекарства, говорить, что что-то болит или путешествовать, ну и так дальше. Знание языка страны и проживание важно для ориентации в окружающей среде, для активного участия в социальной и экономической деятельности, и что не менее важно для лучшей ориентации в сфере собственных прав и обязанностей. Иностранец на уровне А2 сможет поговорить с врачом об основных проблемах со здоровьем, сможет узнать о преимуществах своих детей в школе, сможет задавать простые вопросы о жилье, покупках, основных потребностях или уметь писать сообщения. Здесь я соглашусь полностью, потому что находясь в чужой стране для вас, нужно обязательно понимать и знать тот язык той страны, в которой вы проживаете. Поэтому не надо сразу думать, что вот блин А2, все пропало, я не сдам экзамен и все такое. Нужно готовиться к этому экзамену заранее. То есть, если вы планируете что-то, где-то какие-то цели ставите перед собой, то нужно заранее подготавливать себя к тому или другому испытанию. Сейчас я вам расскажу, как будет выглядеть тест. Особое внимание уделяется устному экзамену, который длится около 15 минут. Хорошее знание грамматики или непрерывное выражение в более длинных предложениях не требуется, но иностранец должен уметь понимать и передавать основную информацию о повседневной жизни. Письменная часть длится почти 2 часа, на секундочку, ребят, и включает в себя задание по чтению, аудированию и письму. Без знания формата экзамена и возможной подготовки, очень маловероятно, что вы сдадите экзамен на уровне А2. Когда будет применяться более высокий уровень экзамена? Экзамен более высокого уровня будет сдавать любой, кто подает заявку на постоянное место жительства с 1 сентября 2021 года и после этой даты. Первые даты экзамена А2 состоятся в ноябре 2021 года. До каких пор будет проходить экзамен на уровне А1? Поправка к постановлению правительства вступит в силу 1 сентября 2021 года. Это означает, что все те, кто подает заявление на постоянное проживание до конца августа 2021 года, смогут доказать, что тест А1 был пройден в рамках этого конкретного предложения. Даты сдачи экзамена А1 будут объявлены до конца 2021 года. Поэтому не стоит спешить со сдачи экзамена А1 летом 2021 года. Ну и переходим к стоимости экзамена. Стоимость экзамена будет составлять 2500 крон, о чем говорил ранее в предыдущих наших видео. Первый экзамен будет по-прежнему оплачиваться в виде ваучера, выданного Департаментом убежища и миграционной политики Министерства внутренних дел, другими словами ОАМПом. У кого был опыт получения данных ваучеров, кто ранее уже сдавал экзамены для получения ПМЖ, поделитесь, пожалуйста, своим опытом в комментариях. Это будет очень важно и очень интересно. Друзья, вот такая вот информация, которую я хотел с вами поделиться. В свою же очередь я хочу вам порекомендовать нашу языковую школу, в которой мы учимся, Чехинститут. Смело можете обращаться по ссылкам под видео вот здесь. Получайте еще скидочку по промокоду. Успейте записаться, подготовиться для сдачи будущего экзамена, для сдачи и получения будущего ПМЖ. Кому, конечно, это нужно, потому что мы заранее это все планируем, мы подготавливаемся заранее, не через 5 лет уже проживания. И такие, о, блин, надо ждать экзамен на ПМЖ, надо же быстро бежать, где-то что-то искать, потому что курсы идут длительное время, минимум. Вот А1 мы сейчас заканчиваем, это у нас прошло почти 2,5 месяца. Планируем переходить на уровень А2, это тоже еще там 2,5 месяца, может даже больше. Поэтому все это подготавливается заранее, плюс практика по общению, плюс правильное выражение, плюс правильное письмо, грамматика и все. Это по очереди такие нюансы, моменты, которые очень важны и нужны. Это не то, что там мы кого-то заставляем. Кто хочет, пожалуйста, переходите, получайте, пользуйтесь. И уже в будущем, когда придет время к сдаче экзамена, то можете спокойно идти, без всяких переживаний сдавать этот экзамен и вообще проблем никаких не будет. Ну а в дальнейшем же, конечно, уже через еще плюс 5 лет уже можно поддаваться на гражданство, где будет намного сложнее экзамен, еще включая исторические какие-то там факты и события. То есть история Чешской Республики будет включена. Я, естественно, всех подробностей по этому экзамену не знаю, но это уже будем все впоследствии изучать и будем выкладывать всю информацию на нашем канале. Поэтому, друзья, переходите, пользуйтесь. Все ресурсы предоставляем. Ну а вам хочу сказать спасибо большое за просмотр и спасибо, что вы с нашим каналом. Спасибо, что доверяете нашему мнению и поддерживаете нас своими лайками, просмотрами, репостами и всем, чем только можно. У меня все. Всем удачи и увидимся уже в новых выпусках. Всем пока!